На старт зимней Олимпиады в Южной Корее чуть более двух недель. Основные соревнования пройдут в двух городах Пьончхане и Канмыне. Там уже все готово к приему гостей. В этом убедился наш корреспондент Владислав Цой. Ставший популярным во всем мире Пьончхан, это центр района, объединяющий 8 населенных пунктов. Во всем уезде проживает не больше 50 тысяч человек, но круглый год он популярен среди туристов. Зимой здесь можно покататься на лыжах, а летом спастись от жары. Еще Пьончхан славится вкусной говядиной. Она есть в меню местных ресторанов, ей даже ставят памятники. В уезде Пьончхан пройдут основные соревнования Олимпиады. Пьончхан – это сельскохозяйственный район, и поэтому, по сравнению с городом, здесь не так много ресторанов и гостиниц. После утверждения Пьончхана столицей Олимпийских игр дефицит был 25 тысяч мест. Мы создали 50 тысяч мест, и, скорее всего, не будет острой нехватки. Если вдруг возникнет необходимость, то близлежащие города готовы принять гостей. Еще один город, который будет принимать гостей Олимпиады – Каннын. Сюда приедет большая делегация казахстанских спортсменов и болельщиков. Ведь здесь, на берегу Восточного моря, пройдут соревнования по ледовым видам спорта. А только по шорт-треку наши спортсмены завоевали 10 олимпийских лицензий и входят в пятерку лучших сборных команд мира. Но не только поэтому в Канныне знают о Казахстане. Этот город является побратимом Усть-Каменогорска. В нашем городе любят шорт-трек, так как золотой медалист по этому виду спорта проживает в Канныне. У нас было несколько ледовых площадок, а в связи с Олимпиадой построено несколько новых. Благодаря Олимпийским играм от Сеула до Каннына запущен скоростной поезд. Обустроили наш рынок, стало много покупателей. Олимпиада 2018 удивит гостей новыми технологиями. Поезда от Сеула до Пхюнчана будут двигаться со скоростью 300 км в час. Впервые в мире будет использован самый быстрый интернет 5G. Найти маршрут туристам помогут роботы. Гости Пхюнчана станут не только участниками спортивного праздника. 16 февраля в самый разгар Олимпийских игр наступит Новый год по лунному календарю. Владислав Цой, Ольга Лян. Итоги дня. Южная Корея.